Друзья, всем здорова, с вами проект Firm.com, я Сергей Шихайлов, и сегодня мы будем говорить про Samsung Galaxy A40. В описании ролика ищите ссылки на это устройство в различных интернет-магазинах, плюс линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. Моя морда уже заблюрена, вы читаете краткие характеристики данного устройства, а я вам прям сейчас сообщаю, что здесь в Украине по месту оно стоит 235 баксов. Я не знаю, как там в России и в других странах, но я думаю, примерно 235 везде. Смотрим на данные устройства, поехали, не будем оттягивать кота в долгий ящик, именно так. Значит, вы видите, что у нас красивая переливашка есть на заднике. Выглядит это крайне неплохо, суммарно просто зашибись. И не отходя от кассы, я сразу же вам скажу, что тут живут сдвоенная камера, вспышка и сканер отпечатка пальцев. И прокомментирую этот момент тем, что задник у нас пластиковый. Многих это огорчит, но вот Samsung нам, как это, кнут. Да, это то, что пластик, пряник, это то, что хлебопереливашка красивая есть. Это уже неплохо. Фронтальная панель у нас представлена стекляшкой. Есть резкость? Да, есть. Она у нас, в принципе, крайне вполне себе, потому что у нас плоская, но к краям она чуть-чуть скруглена. Это придает какой-то, я не знаю, современности данному замечательному смартфону и как бы заставляет позабыть об этом вот пластике. Олеофобка, если что, есть, и она вполне себе хорошая. Подбородок мы замечаем, рамки мы по контуру экрана замечаем. Вот такую вот капельку тоже. Кого-то это будет раздражать, кого-то не очень. Я напомню, что 235 баксов во вселенной смартфонов только лишь от Samsung. Это не очень большие деньги, и поэтому, следовательно, требования к аппарату становятся меньше, ниже, да? Мы ему больше готовы за это прощать, потому что это у нас, ну, почти бюджетник от Samsung. И, с оглядкой на это, рамки тут не такие уж и большие. Двигаемся дальше. Как вы и просили, я не буду вам рассказывать про каждое гнездышко, кнопочку и так далее. Я отмечу вам всех обитателей нижнего торца, потому что кроме абсолютно попсовой зоны перфорации, за которой у нас живет мультимедийный динамик, маленькой вот этой вот дюрочки, за которой прячется разговорный микрофон, здесь живут. Что это? Правильно, миниджек. Миниджек это очень хорошо, Сережа одобряет. И Type-C разъем. Type-C разъем в условном. Бюджетники это тоже очень неплохо. Еще раз, не надо писать в комментах, ни хрена себе бюджетник за 235 баксов. Samsung мыслит материями Samsung, а не Xiaomi. Для них 235 баксов это, ну, не особо огромные деньги. Теперь мы открываем лоточек под карточки, мы его открыли и смотрим на него. Ну, шалоток годный. Выглядит он таким макаром, он огромный, как вы видите, да? У нас сюда можно поставить и карту памяти, и две симки сразу. И это круто! Вот тут вот корейцы молодцы. Дополняя приятный букет миниджека, Type-C и классного вот этого вот лоточка, который я неправильно почему-то ставлю и не хочет входить, он вошел. Ну, ребята сюда затолкали еще и NFC. То есть вы сможете по бесконтакту расплачиваться этим смартфоном на кассах супермаркетов вашего города. Я считаю это очень хорошо. Собран аппарат классно, у меня в этом плане претензии нема, ничего не люфтит, щелей каких-то зазоров тут лишних нигде нема. Все круто! Хотел отметить то, что это компактное устройство, им на ходу одной рукой управлять более чем реально, я с этим справляюсь. На изи абсолютно. Я присматривался к этому аппарату давно, я хотел его очень на обзор. Наконец-то он приехал, да, приехал поздно, но все равно Samsung большое спасибо за то, что предоставили. Хотел добавить. Он приехал от Samsung, он к нам приехал не первым. Он у многого уже на обзоре был. И поэтому весь корпус устройства уже усеян царапинами. Вот такие вот обзорщики свиньи. Вот я вам настоятельно рекомендую чехлить этот аппарат. У нас устройство без комплекта. Я не знаю, может там есть в комплекте чехол, но если его нет, обязательно себе 1-2 прикупите, потому что оно у вас, это устройство замечательно будет закоцано на второй день. Морда, кстати, практически в идеальном состоянии. А вот пластиковый задник угроблен. Теперь, как вы уже знаете, у нас на тыльной стороне гаджета находится сканер отпечатка пальца. Мы, как вы видите, экранчик погасили. Тыдыщ. Вот так вот мы быстро просыпаемся. Тыдыщ. Просыпаемся. Тыдыщ. Просыпаемся. Софт данного аппарата, вот конкретно этого тестового образца, примечателен тем, что иногда ему хочется тупить. И вот я им пропользовался несколько дней, и у меня сканер пальца работал вот так. Прислонил, оно разблокировалось. Ну, может быть там полсекунды задержка, может секунда. Но вот так вот, как сейчас вы видели, что оно 2 секунды уверенно тупило или даже больше. Такого не было никогда. Но иногда там софт может вылететь или что-то такое. Это проблема тестового образца. Поэтому делайте чуть-чуть скидку. Суммарно, сканер пальца работает быстро. Помимо того, функционал тыльного сканера пальца здесь дополнен возможностями фронталки, на базе которой у нас работает Face Detection, или как оно там называется. Мы гасим смартфон. Сейчас я резкость на нем наведу. Я им показываю свою мордяку, и он сразу же у нас одупляется. Вот как вы видите, опять что-то не сильно быстро это происходит. Но вообще это более чем стабильно происходит. И в принципе значительно быстрее в условиях бытового использования. Почему сейчас мы тупим, я не знаю. Это претензии не ко мне. Теперь мы говорим об экране. Здесь у нас AMOLED матрица. Сейчас я делаю такое вот действие. Нажимаю на кнопочку выкол, и экран у нас гаснет. И по-хорошему, где-то вот тут, или вот тут, или вот тут, должен был бы сейчас выводиться Always-On Display. Но его тут нет. Мы уже корейцы решили, что в Galaxy A30, это A40, в Galaxy A30 Always-On Display должен быть. В Galaxy A50 Always-On должен быть. А вот в Galaxy A40, который между двумя этими моделями, Always-On быть не должен. Его тут тупо нет. При том, что у нас AMOLED экран. Мне данная ситуация непонятна. В принципе, это очень грустно. В остальном, Извините, Always-On, AMOLED тут вполне себе достойный. Цвета, как вы видите, насыщенные. Смотреть на них приятно. Какого-то шима мерзкого я здесь не замечаю. Его не видит наша камера. Это очень коротцо. Теперь, теперь, что мы сделаем? Мы посмотрим на диапазон регулировки яркости. Вот вам минимум. И он, как по мне, вполне себе ничего. Практически ничего на нем не видно сейчас. А вот это вот у нас максимум. И максимум, в принципе, тоже неплох. В условиях реального использования я смотрел в вечернее время на экран этого смартфона на почти минимальной яркости. И мне всегда казалось, что все вполне окей. Глаза у меня не уставали. Сегодня я делал фотки на это устройство на очень ярком солнце. Сегодня солнце очень активное. Я сегодня на него фоткал и видео снимал. У меня яркость была чуть выше половины. Я на максимум ее даже не выкручивал. Но я прекрасно видел, что я там фоткаю. С этим проблем нет. Теперь мы, конечно же, еще раз заносим смартфон в центр кадра. И смотрим на углы обзора. Углы обзора вполне себе окей. Это AMOLED во всей красе. Даже под критическими отклонениями картинка не теряет читаемости. И по классике для AMOLED чуть-чуть зеленит. Но так было всегда. Что еще? По экрану, наверное, все. Сенсорная сетка четко отрабатывает все касания. Тут все гладко. Теперь мы продолжаем тему мультимедиа. И открываем клип Rammstein Radio. Я знаю, что многие из вас хотели Ауслендер послушать на смартфоне. Вот прям с YouTube. Но, к сожалению, видеоряд там немного нецензурного содержания. Нам не надо возрастные ограничения на наш контент. Поэтому смартфончик у нас уже здесь. Мы громкость выкручиваем на максимум. Rammstein Radio слушаем. В принципе, играем мы неплохо. Ну, из 10 баллов на 7 точно может быть. Ну, на 6 это если очень критично. Скорее на 7. Но очень тихо. Вот прям очень тихо. Слушаем еще. Очень и очень тихо. Если мы говорим про входящие звонки или там уведомления, то встроенная акустика до вас докричится без проблем. И вы даже в шумном месте, какой-то там ваш пылынь, который вы сюда установите в качестве рингтона, да, вы услышите. Но, если смотреть кино, вот как вы видите, YouTube смотреть, или там музыку слушать, используя встроенную акустику, это все не очень комфортно. Потому что громкости не хватает. В играх, танки, например, в которые я, конечно же, здесь поиграл, там аудиоряд, в принципе, очень громкий. И поэтому даже максимального значения громкости не нужно. Телефон докрикивается без проблем, вам все хорошо слышно. А вот в PUBG, где звук имеет, например, ну, как по мне, очень важное значение, потому что услышать чувака, который тут за стеной в твоем доме так бежит, ну, ты его не видишь, ну, ты его должен услышать. Тут уже динамик не справляется. Даже на максимальной громкости слышно очень плохо. Поэтому использовать наушники вам придется очень часто. Касательно звука в наушниках. Здесь все очень неплохо. По громкости тут просто красота. Запас громкости имеется. Детали, как и в любом другом среднебюджетнике вот такого вот от Samsung, в принципе, хорошо различимы. Этот звук можно назвать художественным и приятным, если вы выкачаете музыку в хорошем качестве и слушать будете не на говне каком-то болотном, а за 50 баксов все наушнички купите, смартфон вас звуком своим радовать будет. Это хорошо. Но это вообще не хай-фай решение. И рядом с плеерами даже начального уровня, даже за те же 50-70 баксов, эта трубка не валяется. Это надо понимать. Теперь мы будем говорить о камерах. И мы начнем с фронталки. Если вкратце, все очень хорошо. Мне нравится абсолютно все. И динамический диапазон неплохой. Хоть местами его чуть-чуть может не хватать, но в целом пойдет. Помимо того, стоит отметить то, что детализация на кропах многих может огорчить, потому что мазня имеется. Но если вы этим не страдаете, в принципе, вас все устроит. То же самое касается и снимков на основные камеры. Если их не кропать, фотки будут казаться просто заглядением. Зачастую камере удается сделать действительно качественные, приятные для глаза кадры. Плюс стоит понимать, что тыловых сенсоров у нас сразу два. Первый это широкоугольная камера. Это угол обзора стандартный для нас с вами. И сверхширокоугольная. Линза, точнее. Или объектив. Это уже действительно широченный угол, который захватывает очень-очень и очень много всего. Вы видите разницу. Она действительно есть. И это вам, возможно, понадобится, если вы любитель фоткать всякие там пейзажи, или вы часто любите путешествовать, и там какую-то архитектуру, или там лес какой-то офигенный зафоткать. Вот на эти камеры это будет просто супер. Там, где надо, сделайте макрофотку. Там, где надо, сделайте, захватите максимум информации в кадр, и получите офигительный пейзаж. Важно понимать то, что на сверхширокоугольную камеру детализация еще ниже. Мыло есть, оно бесит. Видео пишется в 1080p. Смартфон даже пытается что-то стабилизировать. Можно сказать, что попытка, не пытка, и у него местами это даже получается, но это не сильно гладко. В остальном, в принципе, видеоряд, как для 1080p, очень даже неплохой. Мне суммарно понравилось. Я считаю, что если у вас нет каких-то супер запросов, и вам тупо не надо 4К, видео составляющие этой камеры, вы будете довольны. Теперь мы открываем галерею, мы открываем альбом со скринами, и говорим о железе. X, смартфончик у нас в кадре, у нас не прогнан 3D Mark, потому что он тупо вылетает на этом замечательном устройстве. Я еще чуть-чуть темнее картинку сделаю, вроде ничего. Теперь мы смотрим на баллы в PC Mark. 3D Mark не прогнан, PC Mark, да. Теперь, пожалуйста, Гигабенч раз, два, и Антутуха замечательная. 90, условно, 9000 попугаев. Нам говорят о том, что это не сильно игровое устройство, но в принципе, с софтом тут будет все окей. И так оно и есть. Если мы говорим про общалки, YouTube, музыку, фильмы, порхать все будет. Вообще без проблем. Если мы говорим про игры. Танки на средней графике, первые 3-4 катки идут в загляденье, это будет у вас 50-40 FPS. То есть, ну, почти идеально гладко, и при этом графа вполне себе ничего. Потом надо будет все-таки после пятой, максимум десятой каточки, ползунки перетягивать ближе к минимуму, потому что FPS начинает проседать. Это нормально. В принципе, так у всех. Просто у кого-то этот момент наступает быстрее, у кого-то медленнее. Если на 855 в каких-то топовых трубках из разряда, допустим, Mi 9 или Zenfone, вам это придется понижать графику после 50-й катки, то тут после 10-й. Ну и разница в цене между этими устройствами космическая. Я понимаю, что для кого-то это было сейчас очевидно, но для кого-то нет. Поэтому решил пояснить. PUBG идет на средней графе. Уверенно, все хорошо, но спустя 10 минут геймплея появляются мелкие рывки. Если вы с этим можете жить, как бы живите. Вот, с простенькими играми проблем нет совсем. Если узагальны ты, все то, что я только что вам сказал, в принципе, ну, не игровой смартфон, но поиграть можно. И без травм для психики. Продолжаем листать скриншоты. Тикс. Есть. Антутуху мы только что посмотрели. Теперь мы смотрим на результат в PC-марке по автономности. И, собственно, в Geekbench 5 часов 10 минут экрана на максимальной подсветке матрицы экрана. Так вот мы разряжались. И вот вам циферка в попугаях. В условиях реальной эксплуатации смартфон живет день. Все. Не больше. Это если чуть-чуть, там, минут 15 поиграть, минут 15 попользоваться камерой, там, по дороге на ИСы работы, ну, то есть, час-полтора послушать музыку, и общалочки, 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 ну, и минут 20 звонков. Вы его сегодня утром зарядили, например, в следующий раз вы его тоже завтра уже утром будете заряжать. Не больше. Я не знаю, как сделать так, чтобы выжать автономность сильнее. Надо им практически не пользоваться. Да-то, да, будут у вас 2 дня. Если у вас такие дни есть, что вы просто 10 минут поговорили по телефону и все, вот с такой нагрузкой на 2 дня можете рассчитывать. Но это фантастика. Если вы капитально, крепко так вот налегаете на аппарат, то есть вы много, допустим, играете в какие-то простые, простенькие игры, но много играете. Вот прям очень. И при этом очень много говорите и очень много сидите в интернете по ЛТС-соединению, допустим, да. Вы его и 2 раза в день будете заряжать. Точка. Делаем выводы. Аппарат радует экраном. Безусловно, экран просто супер. Вопрос только в том, где мои, блин, ребята, always on. Смартфон радует камерами. Да, они не супер-пупер топовые, но большинство людей делает фотки, какие-то там, да, и они этот телефон не покидают. Множество людей даже не сливают себе на комп, в какой-то там архив. Они себе сюда ставят карточку на какие-то там 256 гигабайт, допустим, да, и у них гигантский архив фоток прямо на телефоне. На экране телефона, фотки, которые делает этот телефон, они идеальны. Поэтому камеру мы назовем неплохой, и вот сюда вот мы ее зачислим. У нас есть NFC, у нас есть сканер пальца, который адекватно работает. Извините, я уже сказал, косая прошивка, поэтому я вам не показал, как он идеально работает. У нас есть условная Face ID, у нас есть NFC, у нас есть Type-C разъем, у нас есть мини-джек, и у нас автономность дневная. Ну, в принципе, как бы норм. Вопрос лишь в том, что у каких-то Xiaomi это все будет стоить ужасно дешевле. Только NFC там не будет. И вот на это вот камень преткновения, или как он там называется, если NFC давать для вас очень критично, в принципе, A40 это вполне так себе неплохое решение, и игры вам при этом не нужны. И да, я рекомендую вам в таком случае брать себе такой телефон, особенно если очень хотелось Samsung. Во всех остальных случаях посмотрите на китайцев. Вы сможете очень серьезно сэкономить. Но в целом аппарат годный. Я его к покупке рекомендовать могу. В описании ролика ищите ссылки на Galaxy A40 в различных интернет-магазинах, плюс линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами были Сергей и Шихайлов, и проект Ferum.com. Тыкаем лайки, подписываемся на канал, а также на наши социальные сети, и обязательно делимся этим роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Спасибо, что смотрите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok